Приветствую всех вас! Недавно я опубликовал видео под названием «Когда корни преданий душат дерево жизни». Если вы еще не видели это видео, советую начать именно с него. Многие были шокированы тем, что адвентистский пастор рекламирует книгу, которая утверждает, что Христа варят в кипящих фекалиях за то, что он отверг учение старцев. Именно то учение старцев, которое Болотников так активно пытается внедрить в адвентизм. Вы думаете, Александр покаялся? Может он записал видео, в котором принес извинения? Вы очень сильно ошибаетесь. Он еще с большей настойчивостью продолжает публиковать цитаты из Талмуда. Болотников проявляет то же самое упрямство, что и фарисеи, чьи традиции он рекламирует. «Фарисеи, о каменное сердце которых разбивалась благодать Божья, желающая привести их к покаянию. Чем закончили фарисеи времен Христа, всем нам известно. Они не приняли своего Мессию и его предостережения. Если Александр желает отвергнуть истину и труды Духа Пророчества, избрав при этом иудейскую традицию, это его личный выбор. Но я не собираюсь мириться с тем, чтобы этот человек представлял нашу церковь и получал поддержку и финансы от руководства для своей работы разрушения. Многие из вас поддержали меня своими письмами и комментариями, и я вам за это очень благодарен. Я это очень ценю. Но если вы желаете помочь, то выслушайте меня, пожалуйста. И я прошу у вас две вещи. У каждого из вас есть знакомые или родственники, которые слушают лжеучения Болотникова. Перешлите им это видео. Моя задача предупредить их о той опасности, которая их ожидает. Я не получаю с этого канала ни одной копейки и никогда не просил у вас. Я отказывался от финансовой помощи, когда многие из вас ее мне предлагали. И я прошу поделиться этим видео не для раскрутки канала, потому как мне это не нужно. Я на нем не зарабатываю, но наоборот вкладываю свои личные финансы на аппаратуру, программы, книги и так далее. Я прошу поделиться этим видео с теми людьми, которые попали под влияние лжеучений и идут в погибель. Это цель моих видео, и я нуждаюсь в вашей помощи донести это предостережение до ваших знакомых, которые нуждаются в прозрении. Я не собираюсь молчать, когда вижу, что наши каналы и финансы идут на распространение учения старцев. Поэтому я прошу каждого из вас возвысить свой голос и заступиться за истину. Уделить пять минут своего личного времени и написать обращение к руководству Евроазиатского дивизиона с просьбой дать ответ, почему они содействуют продвижению лжеучений, которые распространяет Александр? Почему его приглашают на телеканал «Надежда» и «Надия»? Почему наши руководители его рекламируют и продвигают? Почему ему позволяют преподавать в наших университетах? И до каких пор все это будет продолжаться? Выразить свой протест, когда вы видите отступление, это обязанность каждого протестанта. Чтобы сделать это, в любом поисковике напишите «Евроазиатский дивизион». Перейдите на сайт церкви. Нажмите на контакты. Здесь вы можете выбрать отдел, к которому вы хотите обратиться. Нам нужен президент, секретарь и казначей. Напишите ваше сообщение и ваши личные данные и нажмите «Отправить». Прямую ссылку сюда я оставлю в описании к видео. Руководство должно знать, что происходит и что вы, как члены церкви, не собираетесь с этим мириться и их в этом поддерживать. Это возьмет ровно пять минут вашего времени, но против ваших имен в небесных книгах не будет написано, что вы своим молчанием поддерживали отступление. Если каждый из нас возвысит свой голос и они получат 100, 200, 300 писем, поверьте, они начнут думать и шевелиться. Когда Мартин Лютер прибивал свои 95 тезисов, он и предположить не мог, чем все это закончится. Но Господь совершил через него огромную работу, потому как Мартин показал свою верность к Богу. Каким образом? Он высказал свое несогласие с католической традицией, учением старцев и заблуждениями католического учения. Эти две вещи я прошу лично у каждого из вас. Поделитесь этим материалом с людьми, которые заблуждаются и попались на крючок лжеучителей. И выскажите свой протест руководству. Давайте начнем сегодняшнее видео с тех предостережений, которые Бог давал нам раз за разом. Второзаконие 4.2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того. Притчи 36. Притчи 30 глава 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение 22.18-19. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Как видите, Господь строго-настрого запрещает добавлять что-либо к его слову. Но мы видим, что сегодня адвентистские руководители и служители повторяют те же самые ошибки, как и иудеи времен Христа. Как я и сказал ранее, многие из вас поддержали меня, за что я вам очень благодарен. Но некоторые высказали свое несогласие со мной. Я заметил, что есть два распространенных заблуждения, каждому из которых я хотел бы посвятить видео. Первое заблуждение состоит в том, что Болотников не исполняет иудейскую традицию, но использует Талмуд только лишь как исторический справочник, без которого, по их мнению, Библию понять невозможно. Сегодня мы рассмотрим это заблуждение. Посмотрите на этот комментарий, который оставил человек по имени Ростислав. Я не буду читать весь комментарий, я прочту некоторые отрывки. Часто, когда читаешь Библию, не понимаешь, о чем речь. Далее дается стих из Евангелия. Что за хранилище? Что такое воскрылья одежда? Только на основании Библии я вряд ли бы мог догадаться, что за сцена происходит в притче о десяти девах. Ростислав не понимает, что такое Моисеево седалище, что это за хранилища такие и что это за воскрылья одежда. Я задал Ростиславу вопрос. Откуда лично он узнал о Моисеевом седалище? Разве из Талмуда? Я попросил у него ссылку на Талмуд. В каком именно месте там сказано о Моисеевом седалище? И оттуда ли он об этом узнал? Ответа я так и не получил. Более того, Ростислав удалил все свои комментарии под тем предлогом, что это якобы повышает рейтинг моего канала. Мне важно, чтобы вы поняли. Я не против использования Талмуда как исторический справочник или как документ, помогающий нам понять определенные слова. Я не против этого. Но сегодня мы увидим, только ли в этих целях адвентистские синагоги используют Талмуд и еврейскую традицию, или же они используют иудейскую традицию как указатель для их жизни и религиозных ритуалов. Ростислав без иудейской традиции не может понять, что за сцена происходит в притче о десяти делах. Знаете, что самое комичное во всей этой ситуации? На телеканале Надия вышло видео, которое называется «Когда же придет Христос?». Просмотрев это видео, вы поймете, что сам Александр не может разобраться в этой простой притче, потому как, по его мнению, нельзя применять традиционное христианское толкование о том, что масло является символом Святого Духа, к данной притче, потому как это будет являться мистификацией. Вы понимаете, если мы будем сильно мистифицировать этот вопрос, у нас будет серьезная проблема. Скажите, пожалуйста, кто такой Святой Дух? Бог. Правильно. Скажите, пожалуйста, у кого сколько Святого Духа? Вы понимаете? Как говорится, ирония судьбы. Специалисты иудейской традиции, которые внушают всем, что без иудейской традиции Новый Завет мы не поймем, сам не понимают значения простейшей притчи Иисуса Христа. Вы не понимаете, что такое хранилище, что такое воскрыли одежд, и утверждаете, что для понимания этих вещей, мы обязаны использовать иудейскую традицию и талмуд. Так вот, Ростислав, Александр Болотников в своем видео «Прививаться ли от COVID-19» на 30-й минуте показывает, что такое воскрыли одежд на основании Библии, при этом совершенно не используя талмуд или учения старцев. Поэтому ваше желание защитить Александра Болотникова в его использовании талмуда совершенно несостоятельно, потому что сам Александр Болотников опровергает ваше утверждение. Что ж, давайте проверим, используют ли адвентийские апостара, которые заигрались в раввинов, талмуд и иудейскую традицию только лишь как лингвистический или исторический справочник, либо же как источник информации, диктующий их образ учения и поклонения. Мы начнем с цедр Песоха. Послушайте, что они сами говорят о своем служении. Основано ли оно на Слове Божьем? Что-то из того, что мы будем делать сегодня, является традицией, не имеющей непосредственного библейского основания. Но духовные истины, извлеченные из этого служения, обладают большим значением. А как же принцип Соло-Скриптура? Или этот принцип очень хорош, только когда ты отвергаешь труды Духа Пророчества? На каком основании вы стоите при исполнении подобных праздников? Духовные истины, извлеченные из традиций старцев, по вашему мнению, обладают большим значением? Для кого именно? Беда в том, что Александр Болотников никак не может разобраться, что же он делает. Седр Песох или Вечерю Господню? С одной стороны, он утверждает, что это два разных постановления. Послушайте сами. В церкви некоторые приглашают, давай сделаем и то, и другое. Не надо делать и то, и другое одновременно. Седр – это седр, вечер – это вечер. С другой стороны, Александр Болотников смешивает два этих события в одно целое. Из-за нехватки времени сегодня мы совершать омовение ног не будем. Ну, мы продолжаем наш седр. Если это не Вечеря Господня, а Пасхальный Седр, то зачем мыть ноги? С одной стороны, Александр Болотников заявляет, что Пасхальный Седр и Вечеря Господня – это два совершенно разных постановления. То есть, он понимает это. С другой же стороны, он смешивает эти два обряда воедино. То, что вы сейчас увидите в праздновании Пасхального Седра и в последующих видео, происходит следующее действие. Александр Болотников выборочно берет иудейскую традицию. Там, где она открыто противоречит Слову Божьему, он отбрасывает эти вещи. Выборочно берет некоторые вещи из иудейской традиции, искажает эти предания старцев, подгоняет их под свою интерпретацию и выдает все это как реконструкцию истории. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Сегодняшнее празднование называется Седр. Это еврейское слово означает порядок служения. Порядок или Седр записан в Агаде, то есть рассказ, повествование. А что такое Агада? Пасхальная Агада. Статья Википедии. Пасхальная Агада основана… Обратите внимание, откуда это взялось? Пасхальная Агада основана на галахической традиции. То есть это традиции старцев. Но, как я и сказал ранее, Александр Болотников берет определенные пункты, определенные вещи из этой иудейской традиции, изменяет их, в некоторых вещах извращает их толкование и подтасовывает их под адвентистское учение. То есть, другими словами, придумывает свою личную традицию, которая подходила бы под адвентистское учение. Возникает резонный вопрос. Зачем нам, как адвентистам, нужны иудейские галахические традиции? То есть, учение старцев. А зачем нам это тут еврейское здесь? Забывая, что дальше есть концовка этого фразы. А концовка звучит так. Если вы Христовы, то вы семя Авраама. Понимаете? Что это значит? Во Христе мы становимся потомками Авраама. А это значит, что история, описанная в Библии, это не их история, а у нас своя история. Это наша общая история. С этим никто не спорит. У нас одна общая история. Недаром в нашей церкви иудейский народ называют древними адвентистами. Но здесь же речь идет не только о общей истории, а о традициях старцев, о галахической традиции, о заповедях человеческих. И в чем для нас, как для адвентистов, по мнению Александра Болотникова, важность этих человеческих заповедей, этой галахической традиции. Книга «Исход», 13 глава, в частности, говорит следующее, восьмой текст. «Объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». «И да будет это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, табы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя я из Египта». «Знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими». «Вы когда-нибудь слышали, где еще что-то должно было быть знаком на руке и памятником перед глазами?» «Откровение». «Откровение. А еще где? Все правильно, все правильно, только по порядку. Еще где, не помните? Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою твоей и всеми помышлениями твоими. «И да будут слова сии, которые, говорю, в сердце твоем, и вспоминай их, идя дорогою, ложа и вставай, и да будут они повязкой на глазами и на правой руке». «Вы понимаете, что такое возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всеми помышлениями?» «Что Иисус про эти слова сказал?» «Помните? Это наибольшая заповедь в законе. Возлюби Господа, возлюби ближнего. На всем зиждется вся Тора. Это первейшая и важная заповедь. И вот эта первейшая и важная заповедь, она должна быть запечатлена у нас на повязкой, на руке и над глазами. И еще на косяках дверей, да? Так получается, возлюби Господа, а также воспоминания об исходе из Египта точно таким образом повязываются сюда и повязываются сюда. Друзья мои, вы понимаете, что одно не может быть отдельно над другом? «Я знаю, что есть печать Божья, которую дети Божьи получат на свой лоб, потому что они и мыслили, и поступали соответственно заповедям Божьим. То есть заповеди Божьи у них были повязкой на руке, на правой, которая символизирует действие человека, и на лбу, что символизирует разум или мысли человека. И в чем Александр Болотников хочет убедить вас? Что исполнение ветхозаветнего праздника, который был связан с принесением жертв, является этой печатью Божьей наравне с субботой и заповедями Божьими? Что здесь вообще такое происходит? Пасхальный седр, я хочу вам на секундочку напомнить, связан с жертвоприношениями, с агнцем, который должен указывать на Христа, который придет в будущем и принесет себя в жертву. Никто из адвентистской церкви, кроме Александра Болотникова, не получит печать Божью? Фактически седр начинается с того, что мать семейства зажигает пасхальные свечи. Так же, как она зажигает свечи в начале субботы, чтобы напомнить нам, что Бог и Его Слово есть свет. Нам нужен кто-то, кто бы зажег субботние свечи. Надо ближе. Мирон, или кто сделаете, скажите на иврите. На иврите. Скажите. Скажите. Декен-кен. Тедабри браха. Вальзлё. Мирон шальшавацы. Браха. Декен-кен. Тедабри браха. Нет такого выражения, тедабри браха. Тедабри? Это говори. Браха? Я не знаком с таким словом. Наверное, имелось в виду браха, то есть благословение. Если вы хотите произнести благословение и зажечь свечи, это называется либарех. Браха. Это цирк. Это просто цирк. Я сейчас объясню, в чем дело. Я бы мог посвятить полчаса времени, чтобы разобрать эту клоунаду. И этот цирк, который они устроили с зажиганием этих свечей. Я просто не желаю тратить столько времени на все тонкости иудейской традиции. Я не хочу этим заниматься. Люди, которые хоть немного знакомы с иудаизмом, очень долго будут смеяться, особенно после слов «Ля длик нер шаль песах». Я не буду тратить на это время. Покажу нечто другое. Статья в Википедии. Субботние и праздничные свечи. Благословение. То, что мне самое большее мешает при зажигании этих свечей, это то, что девушка заявляет следующее. Благословен ты Господь Бог наш, Владыка Вселенной, осветивший нас своими заповедями и давший нам повеление зажигать свечи. Она говорит «субботние свечи», и Александр Болотников исправляет ее на пасхальные свечи. Неважно. Господь Бог осветил нас своими заповедями и дал нам повеление зажигать пасхальные свечи? Покажите мне, пожалуйста, хотя бы одно место в Библии, где бы Бог давал повеление еврейскому народу зажигать свечи во время Пасхи. Эта же статья в Википедии начинается со следующих слов. Зажигание субботних и праздничных свечей – это постановление мудрецов. С каких пор постановление мудрецов – это заповеди Божьи, который дал нам повеление зажигать свечи? С каких пор голос мудрецов – это голос Божий. Я коснусь этого немного позже. Слушайте дальше. Все матери, прочитайте вместе то, что выделено. то есть берется постановление мудрецов, при этом читается молитва, в которой утверждается, что это Божье постановление зажигать свечи, и дается ложная интерпретация этим постановлением старцев. Разве это то, что имели в виду иудейские мудрецы, когда повелевали зажигать свечи, что это указывает на Иисуса как свет миру? Как я вам и говорил, берется иудейская традиция, вырывается полностью из контекста, подгоняется и дается либо адвентистская, либо общехристианская интерпретация, это иудейской традиции. Мы пьем первую чашу, чашу освящения. Традиционно четыре чаши виноградного сока употребляются в различные моменты с седером. Две чаши перед трапезой и две после. Четыре чаши, которые пьют во время пасхального седера. Слушайте внимательно, откуда это взялось? Википедия. Четыре чаши. Это заповедь постановления мудрецов и обязательства для мужчин и для женщин. Впервые эта заповедь упоминается в Мишне, то есть в Талмуде. Масехет Псахим, юд алиф, мишна алиф. Это заповедь не обязательства Исторы, но постановления мудрецов. Разве это использование Талмуда как справочника? Либо же здесь идет речь о том, чтобы взять постановления мудрецов, немного изменить их и переместить их в адвентизм. Ну, мы продолжаем наш седер. И вот эта петрушка, она называется Карпас. Упоминается она в Мишне. Мишна это кодифицированная традиция фарисеев. Как смесь из горьких трав. Очередное постановление из Мишны. Здесь мне даже показывать никакие источники не надо, потому как Александр открытым текстом это говорит. Откуда это он взял? Для еврейских рабов жизнь в Египте была жизнью боли и слез, которые представляет вот эта соленая вода. Давайте помнить, что хотя жизнь иногда полна слез, Бог может объединить людей благодаря трагедии. Соленая вода также напоминает нам о том, что наш спаситель был мужем скорбей и изведавшим болезни, который в одни плоти своей сильным водой и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Мы макаем петрушку в соленую воду и мы говорим благословение. Благословен ты, Господь, Бог наш, сотворивший плод земли. И мы откушаем. Откуда взялась именно эта молитва? Следует объяснять или вы сами догадаетесь? А теперь послушайте внимательно, как адвентийские пастора извращают Слово Божье для того, чтобы принести вам эту иудейскую традицию. Внимание! Давайте послушаем Виталия Абревко. Кто такой Виталий Абревко, спросите вы? Виталий Абревко, служитель церкви Бейт Шалом, а также специалист в иудейских исследованиях. Смущает, что в адвентийской церкви в последнее время развело слишком много специалистов. Послушайте, что говорит этот специалист. «Господи, кто это?» И Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакнул кусок, подам, я обмакнул кусок, подал Иуде и Симону, Искариоту». Да, именно, дорогие друзья, эту траву Иисус макнул в солёный раствор, и вот он даёт луки Иуде и Искариотскому. И хотя Иуда взял эту траву, взял этот кусок, он не захотел принять его как своего искупителя, как страждачего Мессия. А теперь читаем, как это было на самом деле. Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде и Симонову, Искариоту». Специалист в иудейских исследованиях. Специалист в иудейских исследованиях читает на русском языке кусок хлеба, хлеба, да, и утверждает, что это был кусок травы, который Иуда и Искариот отказался кушать. Специалист в иудейских исследованиях. Вы знаете, зачем это всё делается? Им каким-то образом нужно связать иудейскую традицию с христианским учением. Это же самое евангелист Марк описывает немного иначе. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мной, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему, один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакнувшись со мной в блюдо». И вот как это трактует уже другой специалист, Александр Болотников. «Обмакивающий со мной блюдо». Каждый берёт кусочек салата и ест его, и обмакивая в хрен. Уважаемые адвентистские специалисты в иудаизме, я вам очень советую, соберитесь один раз и решите для себя, что Иисус давал Иуде. Что он ему давал? Петрушку, которую он обмакнул в солёный раствор? Или листы салата, которые он обмакнул в хрен? Опять же, та же цель – привить вам соблюдение иудейской традиции. Некоторые люди, видя это, особенно наши русскоязычные, жута такое, но, извините, надо же как-то на таком застолье, чтобы и дети принимали участие из-за повинок. Вот поэтому такие вот мнемонические вещи предназначены для детей. Давайте же всё вместе капать. Кровь, жабы, Вшись Песни мухи Морь скота Нарывы Саранча Аград Саранча Тьма Поражение первиц Я вас очень прошу, покажите мне одно место в Библии, где Бог бы повелевал полоскать пальцы в стакане. У этого полоскания пальцев в посуде есть несколько объяснений. Некоторые из них, как говорит Александр Болотников, связаны со страданием египтян. Другие объясняют это мистицизмом и проклятием соседей, которые вам не нравятся. Поэтому никоим образом это не связано с развлечением детей. Лично я ничего развлекательного в подобных практиках не вижу. Дай, дай Ену Дай, дай Ену Дай Ену Профессор Щинан говорит, мы должны понять, когда эта песня, которую только что пел Болотников, Дай Ену, стала частью пасхального седера. И насколько известно нам, говорит профессор Шинан, эта песня «Дайену» стала частью пасхальной Агады во времена Саадия Гаона. И произошло это в 9 веке, в 9 веке, когда Саадия Гаон написал вот этот пасхальный седр, один из его вариантов. Как эта песня связана с пасхальным седром, который заповедал исполнять Господь. Наша цель не попытаться скопировать порядок седра, который проходит сегодня в еврейской ортодоксальной среде. Это именно то, что вы сделали. Пасхальная Агада. Откуда это? Вы скопировали это из иудейской традиции. Зажигание пасхальных свечей. Иудейская традиция. Четыре чаши. Иудейская традиция. Обмакивать петрушку в соленый раствор. Откуда это? Это Иисус Иуде давал Искариоту? Омывать пальцы в стакане. Откуда это? Откуда вы это все взяли? Песня «Дайену», которая только в 9 веке стала частью седра. И после этого вы говорите, что вы не копируете еврейский седр? Наша цель не попытаться скопировать порядок седра, который проходит сегодня в еврейской ортодоксальной среде. Потому что многие вещи добавлялись в средние века. А наша цель – реконструировать то, что происходило в первом веке нашей эры. Собрать вот этот сосуд, которым остались крупицы, в единый, как говорится, склеить его, чтобы у нас стало понятно. И таким образом показать многие интересные библейские истины. С помощью чего? С помощью иудейской традиции показать библейские истины? Это именно то, что я говорил в прошлом видео. Реконструкторы. Они показывают нам библейские истины с помощью иудейской традиции. И после этого вам не стыдно писать мне комментарии, что я оболгал человека? И вам не стыдно мне писать, что этот человек использует Талмуд только как справочник исторический? Чтобы лучше понять Писание? Огромное количество фактов, доказывающих, что в раннем христианстве первого, начала второго века было празднование Пасхи. Ну, без агнца, конечно, никто не приносил агнца. Но было воспоминание, как пасхальный седр. Апостол Павел регулярно бывал в общинах и подчеркивается неоднократно в деяниях апостолов о днях опресночных, о том, что Павел этим не пренебрегал. То есть апостол Павел праздновал седр Песах. Христиане себя идентифицировали как народ Божий и помнили о выходе из Египта. Вот это то, что делал Иисус с учениками своими. Естественно, придавая хлебу и вину особые символы. Дорогие зрители, как вы думаете, Иисус Христос и апостолы, когда они праздновали пасхальный седр, как они это делали? Исполняли заповедь, которую Бог заповедовал? Или совершали это празднование в соответствии с постановлениями мудрецов? В соответствии с реконструкцией Александра Болотникова? В последнее время я получаю очень много вопросов, которые откровенно меня тревожат. Тревожат они меня, потому что люди, задающие эти вопросы, они просмотрели просмотрели не мои проповеди, а просмотрели определенную видеопродукцию обо мне, где берутся конкретно мои слова, отрывки, фраз, выставляются в одну цепочку и потом делается комментарий о том, кто я, кем я якобы являюсь. Вопрос заключается в том, что я верю по поводу Елены Уайт. Я однозначно говорю, что Елена Уайт является пророком. Бог дает церкви дар пророчества. Как у пророка, у Елены Уайт есть особая роль направлять церковь последнего времени. Да, она говорит о своих свидетельствах, что они не от ее воли. Это правда, и я это так всегда преподавал. Я считаю, что она истинный пророк. И дар пророчества он есть. Сегодня был человек, да, адвентисты седьмого дня верят, что дар пророчества проявился в трудах Елены Уайт. Вот как раз это период, о котором мы говорим. Именно тогда он так говорит полуграмотная девчушка. Давайте прочтем, что говорит полуграмотная девчушка о пасхальном седере. Желание веков страница 652 Христос находился на рубеже двух заветов и двух великих праздников. Беспорочный Агнец Божий отдавал себя в жертву за грех, чтобы положить конец системе обрядов, которые на протяжении четырех тысяч лет указывали на его смерть. Теперь внимание. Когда Спаситель вместе с учениками ел Пасху, он учредил вместо нее служение в память о его великой жертве. Иудейский праздник должен был навсегда отойти в тень. И отныне все последователи Христа во всех странах и во все века призваны были совершать служение, установленное Христом. Что именно непонятно в этой цитате? Вместо Пасхи, вместо нее Спаситель учредил вечерю. Иудейский праздник должен был навсегда отойти в тень. Что в этом непонятного? Я однозначно говорю, что Елена Уайт является пророком. Википедия, статья Ермолка. Ермолка, кипа или кипа, традиционный еврейский мужской головной убор. Посмотрите на этих адвентистских пасторов. Аминь. Шаббат шалом, учитель Александр. Шаббат шалом. Бааруха та Данай Элогейнум Элогалам Ашер Бахарбанум Коля Амим Венатан Лануэд Торато. Виталий Абревко. Дорогие друзья, Шаббат шалом. Ярослав с его же общины. Выходили и сходили по ней. Еще какая-то непонятная адвентистская синагога. Обратите внимание на голову, на головные уборы. И Серджио Монтейро. Зачем они ее носят? Вы можете сказать, это обычный традиционный еврейский головной убор. В этом ничего страшного нет. У славян есть вышиванка, у мексиканцев есть сабреро, у евреев есть ермолка, но есть огромная разница. Когда мексиканец одевает сабреро, он одевает традиционную одежду. Когда еврей одевает ермолку, он исполняет заповедь. Ермолка это головной убор, который одевается на голову, как символ уважения к Богу или боязнь неба, дословно, если перевести. Идея одевания ермолки описана в Талмуде. Масахет шаббат куф нун вав страница бет. Там сказано, что покрытие головы может помочь человеку не согрешать, то есть не совершать преступлений. В этих источниках на тот момент не говорится об обязанности надевать ермолку. Но это рассматривается только как добрая традиция. Но уже в другом месте в Талмуде запрещается упоминать имя Божье без покрытой головы. Нельзя идти более четырех локтей с непокрытой головой. Талмуд Масахет Шаббат Матери Равина Нехмана предрекали судьбу ее сына и сказали, что ее сын станет вором. Она не позволяла сыну ходить с непокрытой головой. Она говорила ему покрой голову, чтобы ты боялся небес и проси для себя милости, чтобы плод не контролировала тебя. Он не мог понять, почему его мама так говорила. Однажды он учился под пальмой, которая принадлежала другому человеку. С его головы спало покрытие и его плоть овладела им. Похоть овладела им и он залез на пальму. Похоть была настолько сильной, что он зубами отгрыз гроздь финика. Мы видим, что ему предсказали быть вором. Но благодаря тому, что он покрывал голову и молился, он не стал вором и изменил свою судьбу. Талмуд Масахетшабад страница Куф Нунвав. То есть, по их мнению, кусок материи может помочь вам совладать с похотями плоти и сделать из вас хорошего человека. Как только материал с головы спал, вы будете воровать, убивать и насиловать. То есть, совершать дела плоти. Как видите, ермолку носят не просто как элемент национальной одежды, но наделяют ее сверхсилой, способной изменить ваше сердце. Более того, это исполнение заповедей человеческих, постановление мудрецов. Именно поэтому я вам и говорю, когда еврей надевает ермолку на голову, он тем самым исполняет заповедь. Ранее мы рассматривали зажигание свечей на Сидер-Песах. О хранилищах, то есть о Тефиле. То есть вудаизме уже брали буквально эти заповеди. Что они делали? Что такое Тефилен или Филактерия или то, что называется, мы читали Матфея 23.5, расширяют хранилища твоих. Вот. Вудаизме испокон веку брали коробочки, эти коробочки ремень брали. Внутри этих коробочках писали маленький свиточек, на котором было записано слова «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Едины». Заворачивали их в свиточек, клали в эту коробочку и делали эти две коробочки и типа навязывали сюда, а потом навязывали сюда. Правда, хабадники почему-то навязывают ее на левую руку. Вот. Хотя здесь то есть как бы вот таким образом. То есть мы видим, они пытались это исполнить буквально, на что Иисус очень сильно критикует. Александр Болотников, значит, нам не нужно исполнять это буквально? Никакие кожаные ремешки на лоб и на руку наматывать не надо? Я понял. Давайте посмотрим, что телеканал Надея интересного нам покажет. Александр Болотников, вы узнаете этого человека? Сайт Adventist Today. Лорен Сиболт берет интервью у Ричарда Элофера, директора Мирового Иудея Адвентийского Центра Дружбы. Вот же он. В этом видео Элофер рассказывает, что он был президентом израильского поля на протяжении 15 лет, а на протяжении 17 лет он возглавляет это служение в Генеральной Конференции. Александр Болотников Я верно понимаю, это Ричард Илофер, который возглавляет в Генеральной Конференции Мировой Центр Дружбы Иудеев и Адвентистов. То есть, это человек, который ответственный за евангелизацию евреям по всему миру. То есть, другими словами, это ваш начальник. Не так ли, Александр? И что он собирается делать? Да ну не может быть, Александр. И мотает. И обратите внимание, рука-то не правая, а левая. И на лоб. Правда, хабадники почему-то навязывают ее на левую руку. Александр, ваш начальник, он хабадник? Зачем он мотает на левую руку? Вот. Хотя здесь, то есть, как бы, вот таким образом. Мы видим, они пытались это исполнить буквально, вот, на что Иисус очень сильно критикует. Александр Болотников, а вы можете объяснить нам, почему у вас такие не состыковки во мнениях? Вы как собрались с евреем евангелизировать? Если вы учите одному, ваш начальник делает совершенно по-другому. Для чего вся эта клоунада? Это вы так евреем евангелизируете? Наматывая кусочки кожи на руку? Соберитесь и обговорите единую позицию по всем вашим вопросам, а то вы одно рассказываете. Ваш начальник делает противоположное, причем делает то, что, по вашему мнению, Иисус жестко критиковал. Вы там определитесь между собой? Вот это адвентийское руководство из генеральной конференции. Вы объясните, зачем вы этот цирк устраиваете? Какую отговорку вы сейчас найдете? Где в Священном Писании основания для подобных действий? Какое объяснение вы выдумаете на этот раз? Это у вас новые методы евангелизации такие? И я сказал вам, что зажигание свечей это исполнение повеления раввинов. Но я скажу вам более того, это открытое богохульство. Сейчас я вам объясню почему. Ранее упомянутый Серджио Монтеиро, вот он проповедует в обычной адвентийской церкви. А сейчас я покажу вам его выступление на YouTube-канале Фелис Сабадо. Здесь Серджио Монтеиро со своей супругой Ольгой показывают, как правильно встречать субботу. Так, Então, o acendimento dessas duas velas representam as duas palavras -chave no manがとう you, lembra-te e guarda. E a mulher faz o acendimento porque ela é a luz da casa, ela convida a Deus para estar comigo. Perfeito. Я переведу вам ее молитву. Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, осветивший нас своими заповедями и давший нам повеление зажигать субботние свечи. Я задаю тот же самый вопрос. Где Господь давал повеление зажигать субботние свечи? Шульхана Рух Орахаим. Когда зажжет свечу, да скажет. И дальше цитируется эта молитва, которую она только что читала. Статья Википедии. Субботние свечи. Зажигание субботних свечей. Установлены раввинами закон. Талмун Масахет Шаббат. Страница Каф-Хей. Зажигать свечи в субботу это обязательно. И сказал Рав Нахман. Обязательно зажигать свечи в субботу. То есть, как видите, Талмуд обязывает зажигать субботние свечи. Это исполнение заповедей мудрецов. А теперь давайте рассмотрим Хануку. Ханука это еврейский праздник. Который был установлен во втором веке до нашей эры. В память об очищении храма. Благостоятный Господь Бог наш. Младыка Вселенной. Осветивший нас своими заповедями. И повелевший нам зажигать ханукальный светильник. Можете мне показать, пожалуйста, хоть одну заповедь из Библии, где Бог повелевает нам зажигать ханукальный светильник. Вы догадываетесь, откуда это взято? Вы знаете, как такой праздник без того, чтобы зажечь огни? И, конечно, что-то мы привезли оттуда из старой традиции. Вот хочется, чтобы что-то зажечь. Знаете, всю жизнь свою детскую в детском садике у нас были утренники. И мы произносили эти слова. Ёлка, ёлочка, зажгись и огнями засветись. Но с другой стороны, ну где же найти эту ёлку в Библии? И что можно зажечь? Заживалась такая интересная традиция. Ключевое слово традиция. То, что вы видите перед собою, это не храмовый светильник, это не семисвечник, это называется ханукия. И в Библии вы этого не найдете. Традиционно зажигается центральная свеча. Она называется служкой. В какой-то мере это говорит об Иисусе, который сказал, ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы отдать душу свою. Вы знаете, друзья, с таким же успехом любую вещь можно увязать с Иисусом Христом. Любую. Любой праздник, даже самый языческий, который есть. Вот вам несколько примеров. Праздник Масленицы. На Масленицу пекут блины. Блины круглые, желтые, похоже на солнышко. Солнышко. Символ Иисуса Христа. Потому что сказано, что Христос есть Солнце Праведности. Мека. В Мекке находится черный камень. Камень это символ Иисуса Христа. Как видите, любую вещь можно увязать с Иисусом Христом. Особенно, если очень сильно хочется вместо трехангельской вести распространять учения и заповеди человеческие. Но послушайте, что доктор Фукс говорит о Хануке. Доктор Фукс из Института Шехтера. Мы пришли изгнать тьму. Эти слова, которые каждый ребенок в Израиле поет в детском садике на Хануку. И мы обязаны задать вопрос, почему обязательно изгонять тьму? Что такого страшного во тьме? Что мы обязаны ее изгнать? Есть два места, в которых традиция говорит о праздниках, которые праздновали в Израиле в период времени Тевета. Когда дни укорачиваются, а ночи становятся длиннее. И из-за страха люди праздновали. И когда они зажигали свечи, то тем самым они изгоняли тьму. Раввины времен Мишны и Талмуда понимали, что если они не позволят еврейскому народу придумать своих праздников, они начнут праздновать языческие праздники. Поэтому Раввины взяли один языческий праздник, который длился восемь дней, который называется Каландра. И второй языческий праздник, Ситранона, который также длился восемь дней. И сказали, давайте объединим их и превратим их в еврейский праздник Хануку. И по моему мнению, отсюда мы понимаем, почему Раввины использовали этот людской страх и желание изгнать тьму. С праздником Хануки вас! Я, честно говоря, не знаю, почему. И что двигало Мартином Лютером, когда он решил где-то лет 10 спустя привнести в празднование рождения Иисуса елку. Так, друзья мои, это его было изобретение. Елка, я не буду рассказывать о ее корнях, это можно много дискутировать, но в христианство елку принес Мартин Лютер. Когда в христианских церквах сегодня под маской Крисмоса, например, играют с молодежью и детьми в спортивные игры типа снеговики против гномов. Это называется рождественская игра. Знаете, мне это напоминает то, что было 22 столетия назад. А что такое пусть они поклоняются в нашем храме своим идолом, а мы будем поклоняться Богу. Да, мы будем говорить и о рождении Христа, и будем говорить о снеговиках против гномов. Так интересно, так хорошо. Друзья мои, сегодня мы хотим дать какую-то альтернативную месседж о верности Богу, о верности принципам и о верности тем принципам христианской жизни, которые отражены в священном писании. Знаете, на иврите есть такое слово, как хуцпа или хуцпа. Дословно, перевод у этого слова это наглость, но не обычная наглость, это сверх наглость. Самый красочный и яркий пример к слову хуцпа, это когда в суде судят человека за то, что он убил своих родителей, и этот подсудимый просит у суда снисхождения, потому как он сирота. Вот это хуцпа. Хуцпа это когда ты празднуешь иудейские традиции и соблюдаешь постановление старцев, при этом говоря, что ты соблюдаешь постановление Божье, и жаловаться на людей, которые ставят елочку. В данный момент я не высказываю свое мнение по поводу елки, это совершенно другая тема, но если ты проталкиваешь иудейскую традицию и одновременно говоришь про елку, это и есть хуцпа. Ты молишься молитвами, которые установили раввины, ты исполняешь постановление старцев, молишься молитвами, которые постановили мудрецы, при этом говоря, что ты исполняешь постановление самого Бога, праздновать языческие праздники, которые перешли в иудаизм, чтобы иудеи не переходили в язычество, при этом возмущаясь, что кто-то посмел поставить елочку. Мартин Лютер, великий отступник, елочку принес. Хуцпа. Я не выношу лицемерие, я не люблю лицемерие, не люблю вот этой двойственности, когда говорится одно, а делается совершенно, совершенно другое. Послушайте следующий отрывок из Талмуда, повелевающий нам зажигать ханукальные свечи. Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, которого мы чтим, исполняя заповедь, которую он повелел зажечь ханукальную свечу. А где он повелел? Раб Авиа процитировал второзаконие 17.11. Приди к священникам и левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. Поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А равных Эмиа сказал, процитировав второзаконие 32.7. Спроси отца твоего, и он возвести тебе старцев твоих, и они скажут тебе. То есть, почему мы произносим именно такую молитву? У нас же по этому вопросу нет повеления в Торе от Господа. Почему тогда в молитве мы говорим, как ты, Боже, повелел нам? Потому что сказано, не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. То есть, мудрецы сказали нам это делать. Если мудрецы указали нам что-либо делать, у нас есть повеление благословлять. Дорогие друзья, если бы какой-либо член церкви из вашей общины заявил вам на полном серьезе, что он исполняет постановление Папы Римского, потому как Франциск заявил о себе, что является викарием или наместником Сына Божьего на земле. И для того, чтобы проповедовать истину католикам, он решил повиноваться установлением и заповедям католических мудрецов, отцов католической церкви и Франциску. Более того, он заявил бы вам, что заповеди, которые устанавливает Франциск, это Божьи заповеди. Что бы вы сказали такому адвентисту? Вы бы сказали, что это безумие. Ранее я заявлял, что если вы исполняете человеческие постановления и утверждаете, что это Божья заповедь, то это богохульство. Это именно то безумие, которое сегодня происходит в адвентистских синагогах. Например, исполняя постановление старцев зажигать свечи, вы произносите барху и в ней говорите, что вы тем самым исполняете Божью заповедь зажигать свечи. Что вы тем самым делаете? Вы утверждаете, что Господь дал власть в руки раввинах устанавливать новые заповеди. Вы подтверждаете в своей жизни притязания раввинов, что они являются представителями Бога на земле и что им дана власть устанавливать новые заповеди. Вот что об этом говорят раввины. Да не говорит человек, я не исполняю заповеди мудрецов, потому что они не из Торы, потому что Господь заповедал, что все, что они говорят, то есть все, что говорят раввины, ты обязан исполнять, потому что сказано. И цитируется второзаконие 17.11. По закону, которому научат они тебя и по определению которой они скажут тебе, поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. Второзаконие 17.11 это один из стихов, на котором базируется авторитет раввинистической власти. Я покажу вам комментарии на этот стих двух великих столпов иудаизма. Рамбан это один из величайших авторитетов Галахи и комментаторов Танаха и Талмуда, каббалист и поэт. И Ращи Ращи это крупнейший средневековый комментатор Талмуда и один из классических комментаторов Танаха. Вот этот стих второзаконие 17.11. Вот он. И вот толкование Ращи. Вы помните, что в стихе сказано не уклоняться ни направо ни налево? Как лично я понимаю, что это за постановление? Ни направо ни налево это означает идти прямо и не отклоняться от закона Божьего. Послушайте, как они трактуют это. Даже если они скажут тебе направо, что это лево, а налево, что это право, как Ращи писал. И даже если ты будешь думать в сердце своем, что они ошибаются и это будет выглядеть простым в глазах твоих, когда ты знаешь, где лево, а где право, сделай, как они повелевают тебе. Послушайся их и скажи в сердце своем, так Господь мой повелел мне в заповеди своей слушаться всему, что они говорят тебе и так далее. То есть роминистический авторитет строится на неверном толковании второзакония 17.11 и требует слепого повиновения, даже когда ты понимаешь, что раввин ошибается, от тебя все равно требуется слепое повиновение. Знаете, что это мне напоминает? Эрит сикут кадавр, точно труп или похожий на труп, выражение полной покорности. Автором этого девиза считают Лайолу, который писал, каждый из вступивших в иезуитский орден должен предоставить повиновению в лице своих начальников, так управлять собой, как если бы он был трупом, которому можно предавать любое положение. Незадолго до своей кончины Лайола продиктовал последнее наставление, в котором повторил свою мысль. Я должен верить себя в руки Господа и того, кто управляет Муною от его имени, подобно трупу, не имеющему разума и воли. Это именно то, что делают такие адвентийские раввины, как Александр Болотников, Виталий Абревко, Ричард Элофер и им подобные. Они исполняют постановление раввинов, называя это заповедями божьими, как я и показал ранее, на примере пасхального седора или субботних и ханукальных свеч, тфилина и прочих вещей. Поэтому я и говорю вам, бегите от таких слепых вождей, потому как это безумие и это богохульство. Давайте рассмотрим некоторые цитаты из трудов духа пророчества, которые описывают те действия Христа, которые привели к тому, что лидеры избранного народа отвергли его и распяли. Поразмыслите над этими цитатами. Иисус мог сгладить углы, не накалять обстановку, но он раз за разом бросал вызов иудейским лидерам, целенаправленно нарушая их постановления и законы, которые они сами придумали. Я буду читать из книги «Желание веков». В розовых скобках написан номер страницы. Погружены в свои думы и молитву, Иисус оказался около купальни. Он увидел несчастных страдальцев, ожидающих движения воды. Единственной возможности обрести здоровье. Господь страстно желал избавить от страданий каждого, но была суббота. Множество людей шло в храм на поклонение, и Он знал, исцеление настолько возбудит имеющих предрассудки иудеев, что его деятельности будет положен конец. То есть Иисус знал, что если он исцелит этого человека, его деятельности будет положен конец. Вы прекрасно знаете, что Христос исцелил этого человека, несмотря на то, что это нарушало иудейские традиции. Следующая цитата. «Именно поэтому Христос избрал субботний день для того, чтобы совершить исцеление в Ефезде. Он мог исцелить больного в любой другой день недели, или, исцелив его, не давать повеления ему взять свою постель. Но тогда ему не представилась бы возможность сделать то, что он сделал». А зачем Христос это сделал? Естественно, возникал вопрос, законно ли делать это в субботу, и для Христа открывалась возможность осудить формальные ограничения, которыми иудеи сковали день Господний, и показать бесплодность, слушайте внимательно, и показать бесплодность их преданий. Если Христос пытался показать бесплодность преданий, почему же некоторые адвентистские апостара сегодня делают обратное? Послушайте следующую цитату. «Так и основные принципы учения Христа не могли сочетаться с установлениями фарисеев». Вы слышите это? Основные принципы учения Христа не могли сочетаться с установлениями фарисеев. Если вы хотите проповедовать сегодня трехангельскую весть, она не может сочетаться с установлениями фарисея и талмуда, которые вы пытаетесь внедрить в адвентизм. Христос не собирался устранять ту пропасть, которая образовалась в результате проповеди Иоанна Крестителя. Вы слышите эти слова? Некоторые адвентистские апостара сегодня говорят, мы хотим проповедовать иудеям, иудейские традиции. Но послушайте, что говорит Дух Пророчества. Христос не собирался устранять пропасть, которая образовалась в результате проповеди Иоанна Крестителя. Наоборот, он должен был еще более четко разграничить старое и новое. Что это за старое и новое? Так на доступном примере Иисус показал состояние иудейских вождей. Священники, книжники и правители были порабощены обрядами и преданиями. Зачем вы возвращаете это рабство сегодня к нам? Вера, действующая любовью и очищающая душу, не могла иметь ничего общего с религией фарисеев, состоящая из обрядов и человеческих преданий. Да-да, тех самых обрядов и человеческих предписаний, которые рекламируют болотников и обревка и им подобные. В один из субботних дней Иисус вошел в синагогу. Он увидел там человека с парализованной рукой. Спаситель прекрасно знал, если он исцелит больного в субботу, его обвинят в нарушении закона. Но он, не колебаясь, разрушил стену, созданных людьми преданий. Вы слышите, Иисус разрушал предания, заслонивших суть субботы. Так почему вы рекламируете эти же самые предания? Этих же самых фарисеев? Вся истина, данная через патриархов и пророков, воссияла с новой красотой в слова Христа. Но книжники и фарисеи не хотели пить драгоценного нового вина. Почему они не хотели принимать учения Христа, не освободившись от древних преданий, обычаев и обрядов, они не могли вместить учения Христа. Они держались за мертвые формы и отворачивались от живой истины и силы Божьей. Вы понимаете, что до тех пор, пока человек держится обрядов и человеческих постановлений, он не примет истины Божьей? Основные принципы учения Христа не могли сочетаться с установлениями фарисеев. Вы слышите это? Основные принципы учения Христа не могли сочетаться с установлениями фарисеев. Они не могут сочетаться и сегодня. Учение Талмуда никаким образом не может сочетаться с трехангельской вестью. Христос прекрасно знал, что для того, чтобы люди приняли Его как Мессию и ту истину, которую Он хотел им преподать, их следует освободить от рабства традиций заповеди человеческих. Он знал, чем это все закончится. Он знал, что Он тем самым возбудит предрассудки фанатичных людей и что Его деятельности будет положен конец. Но у Него попросту не было выбора. Для того, чтобы преподать людям истину, следовало избавить их от традиций, от учений и заповедей человеческих. Учения Торы, патриархов и пророков, все это иудейские лидеры поместили в фальшивую оправу. И Христос стремился изъять это все из этой ложной оправы и поместить в обрамление истины. Чем это закончилось? Иоанна 5.16 И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Дорогие друзья, в наши дни все это закончится именно тем же. Если Христос пытался освободить людей от рабства традиций, то не должны ли и мы делать то же самое? Дорогие друзья, я еще раз напоминаю вам о своей просьбе поделиться этим видео с теми, кто заражен ложными учениями Болотникова, Обревка, Элофера и прочих адвентистских раввинов. А также напоминаю о письме к руководителю евроазиатского дивизиона. Пять минут вашего времени, чтобы возвысить свой голос за оплеванную истину. Помните, молчание это согласие. Не молчите, видя то, как тысячи идут в погибель из-за подобных лжеучений. Я повторял это всегда и я буду это повторять. Не верьте мне, друзья мои. Не верьте мне. Не верьте Болотникову, даже если он имеет докторскую степень. Верьте священному писанию. Спасибо за ваше внимание.